Друзья, всем привет! Сегодня 31 декабря, всех с наступающим Новым Годом! Был прямой эфир, уже поздравили, но поздравляем! Поздравляем вас еще раз! Продолжение нашего мини-сериала! Снимать было сложно, продавцов мало, многие автомобили не пооткрывали. Что получилось, то получилось. Обязательно продолжение будет в Новом Году. Поэтому еще раз всех с наступающим, не забываем подписаться на наш канал. Ну и идем, смотрим, что продается. Друзья, сложно снимать в предновогодние дни, потому что людей, что скрывать, действительно мало. Мало кто приезжает, мало кто покупает. Да и продавцов тоже мало. Давайте хотя бы так поснимаем. Итак, перед нами стоит 2 X-Trail. Год не указан, 1 миллион 365 тысяч рублей. Основная масса X-Trail, они идут с кожными салонами. Здесь салон идет не кожаный. Повторите ли? Автомобиль закрыт. Полный мультируль, кожаный руль. 4 ВД идет в кнопке. Смотрите, какой выбор X-Trail. Вот я-то понимаю, это все идет один продавец. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это вообще какой-то Майден, премьер, аутэйш, клевая комплектация. У автомобиля Сонаро, шикарный цвет, две выхлопные трубы, литые диски, тоже аутэйш, летняя резина, бесключевой доступ, полный мультируль, кожаный салон. Кстати, я первый раз X-Trail я вижу с таким кожаным салоном, именно с таким комбинированным. Стоимость автомобиля 1 миллион 587 тысяч рублей. Выложен аукционный лист. Аукционный лист. Ну, кузов автомобиля целый 3,5 балла. Нужно смотреть, почему дали 3,5 балла. Рядом стоит Ниссан Жук, аукцион, 15-й год, 948 тысяч рублей. Сзади стоит еще один X-Trail, стоит Subaru Forester, 2015 года выпуска, 1 миллион 550 тысяч рублей. Хорошая комплектация, зимняя резина, туманки, айсайп, ключевой доступ на крыше, рейлинги, кожаный салон. Ну, это два конкурента стоят, Forester и Nissan X-Trail. То есть, многие автолюбители, потенциальные покупатели выбирают именно между двух вот этих вот автомобилей. Недалеко спрятался Subaru XV. Цена данного автомобиля 1 миллион 235 тысяч. Это не богатая комплектация. Вот смотрите, вот про год, да? Год на автомобиле не указан. Ну, как мы гадать будем? Начали они выпускаться с 2013 года. 1 миллион 235 тысяч. Вот стоит еще черненькая X-Trail, рейлинги, багажник, палки на крыше. Цена 1 миллион 285 тысяч. Комплектация идет побогаче. Но, к сожалению, тоже год выпуска на данном автомобиле он не указан. Subaru тоже самый Forester, только немного поменьше. В размерах. Хороший, надежный автомобиль. При должном обслуживании, там, 300 тысяч, они проедут без проблем. Ну, что двигатель, что, в принципе, вариатор, да, чего нельзя сказать про X-Trail, ну, что-то скрывает. Тут у них, в X-Trail, идет болячка. Болячка, ихний вариатор. Eclipse, Eclipse Cross, такой синий цвет. Автомобиль новый. Скоро их повезут, повезут массово. Штатные литые диски. Размер резин 225, 55 на 18. Повторитель, датчик при столкновении, бесключевой доступ. Ну, согласитесь, шикарно, шикарно выглядит автомобиль. К сожалению, он у нас закрыт. 2019 год. Полный мультируль. Полный мультируль. 1 миллион 660 тысяч. Ребят, пробег на автомобиле. 12 тысяч километров. Захватим в обзор зубу. Стимул. 16 год. 4WD гибрид. 1 миллион 890 тысяч. И стим, мало, очень мало. Немного авторынка. Смотрите, стоянки все забиты. Отдельная стоянка, мини-бусики. Извиняюсь, там кейкары стоят. Так, ладно, надо очень осторожно ходить. Вот такая вот эстима за вот такие вот деньги. Mitsubishi Outlander. Гибридная версия. Голубой цвет. 13 год. 2 литра. 4WD. 4 балла. 1 миллион 475 тысяч. Есть тоже разные комплектации данных автомобилей. Штатные литые диски. Размер колес. 225-55 на 18. Камера вижу. Ухи есть. Бесключевой доступ. Кожаный салон с кожаными вставками. 4WD. Подогревы. Климат-контроль. Полный мультируль. Ой, как в этом видео. Тепло. Сидят, греются. Сейчас вкратце покажу быстрее. Багажное отделение тоже такого хорошего объема. Здесь розетка. 2 подстаканника идет. Она еще из кнопки. Ну и по передней части. Дверная карта. Отключение систем. Электро нет. Кожаный руль. Пробег 107 тысяч. Тоже хороший, прикольный такой. По безоружию, конечно, на нем не поездишь. Но для городских условий. Хороший кроссовер. Daihatsu Begon. Toyota Rush. Все то же самое. Ребят, ну вот о чем я и говорю. Да. Он закрыт автомобиль. Год. А нет, год в год указан. Нет продавца. Открыть, к сожалению, не могу. Итак, 12-й год. Двигателя все идут. Полторашечные. 1 миллион 55 тысяч рублей. Штатные литые диски, туманки. Рожок повторителя. Колеса носки так грязные. Здесь этот размер вы найти. 215-65 на 16. Темный салончик. Запаска сзади есть. Begon Rush, напоминаю. Это все одно. Одно и то же автомобили полностью одинаковые. Полностью идентичные. Идут. Это то же самое, знаете, как Daihatsu Miro ES и Toyota Pixis. Subaru PLEO. Ну, данный автомобиль тоже, по моему мнению, подходит больше именно для женщин. Женщина. Такой небольшой городской кроссовер. Можно выехать на природу, на речку, на рыбалку. Я не знаю, просто детей загрузить и поехать куда-нибудь. Зимой там на санках покататься. Это Honda Vezel. Тоже такой городской кроссовер. Ярко-красный цвет, так вы знаете, вишневый. Но, опять же, мое мнение, Vezel это, кстати, комплектация. Заткать максимальная комплектация. Это женский автомобиль, 16-й год. Гибрид. Есть вариатор. Есть робот. Гибриды. Гибриды идут на роботе. Тоже активная система при столкновении. Вот такие вот диодные огоньки. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, два ключа. Штатные литые диски, летняя резина. По бокам идут накладки, бесключевой доступ. Открылся. Смотрите, какой интересный комбинированный салон с кожаными вставками. Электропривод. Электронный ручник. Снизу у нас розетка. 1 USB вход. 1 HDMI. Здесь у нас все электронное. Не электронное, а сенсорное. Ну вот ручка, как на себя шерри, сверху находится. Неудобно. Хорошая трансформация салона. Мне нравится то, что сидение поднимается. Чистейший, просто реально чистейший салон у данного автомобиля. Рейлинги, плавник сзади. Багажное отделение тоже неплохое по объему. Такой городской кроссовер. Еще и гибрид. Почему бы и нет. Руль идет кожаный. Полный мультируль. Два подстаканника. Идет у нас углубление. Можно бутылки поставить. Двигателя идут полторашечные на этих автомобилях. Напоминаю, кузов РУ-3, кстати, идет гибрид, Z-комплектация. Ну, это, видимо, предновогодние скидки. Стоил автомобиль миллион пятьсот восемьдесят пять. Сейчас он стоит один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч. Honda Crossroad. Спрашивайте, что взять из кроссоверов? Недорогое, до миллиона. Раньше можно было взять X-Trail, Forest, которые там старые. В данный момент до миллиона можно взять, наверное, только Honda Crossroad. Можно взять еще Russia, Bego, но такое посерьезнее автомобиль будет. Итак, 2009 года выпуска, белый цвет. Все вот так, знаете, стандартно, такие линии идут. Прямо четкие грани. Четыре ВД, простой автомат. Кстати, да, на них стоит простой автомат. Аукцион, статистика, пробег на автомобиле восемьдесят девять тысяч. Стоимость данного автомобиля девятьсот семьдесят пять тысяч рублей. Три ряда сидений, но третий ряд. А там, там, можно сказать, места у нас нет. Поэтому двухрядный автомобиль, можно его так называть, тоже закрыт. Внутри все, все вообще просто, по внутренней части. Нашли ключи, автомобиль открылся у нас. Давайте посмотрим его по салону. Дверные карты, колонка выделяется. Подогрев лобового стекла, отключение ВСА сидения. Материал такой приятный. Есть даже мультируль. Здесь я два подстаканника. Ну, по салону, я говорю, все просто. Все очень просто. Форма такие квадратные у него. Замерзла, что ли? Сзади для пассажиров, в принципе, место нормально. Видите, сидения по раздельности двигаются. Не будем мы открывать, потому что замерз. Сейчас, ребята, сюда тоже, поверьте, неудобно это будет делать мне. Сидения двигаются. Хотя, в принципе, в принципе, можно будет поднять. Но, поверьте, место, место будет мало на третьем ряду сидений. И, кстати, смотрите, поднимаю третий ряд сидений багажного отделения. Ну, практически, практически у нас не будет. Сидения двигаются, как я уже говорил, показывал. Так, белый цвет, неплохая комплектация. 975 тысяч рублей. Mitsubishi RVR 2012 года выпуска. Объем двигатель 1,8. 4 ВД, климат-контроль, иммобилайзер, кнопка старт, система i-stop, комплектация G. Ребят, все называют по-разному. Спереди туманки идут в хром. Решетка, ободок идет тоже в хроме. Штатные литые диски, зимняя резина, ручки хром. Автомобиль закрыт. Открыть его не получится, продавца не могу найти. Тоже, в принципе, неплохой автомобиль. Ну, опять же, смотря, смотря с чем сравнивать. Не помню, стоимость года. 1 миллион 80 тысяч рублей. Полезное зеркало стоит для парковочки. Такой обычный, обычный стандартный кроссовер. Родное литье, как я уже говорил, размер колес 215-60 на 17. Лапка такая нарисована сзади. Свет мне нравится, прикольный, хороший, практичный. Вот именно такого плана. Toyota C-HR автомобили появились, ну, сравнительно не так давно. И вот они, знаете, они пользуются популярностью. Я не могу назвать это полноценным джипом, но, тем не менее, на кроссовер он похож. Значит, замечательный, шикарный, просто внешний вид. Есть гибрид, есть 4 ВД. Данный автомобиль 4 ВД. 2018 года выпуска, аукцион 4 балла. Есть статистики, реальный пробег 52 тысячи. Выложен на аукционный лист. Аукционный лист, не знаю. Нужно, конечно, проверять. Стоимость автомобиля 1 миллион 595 тысяч. 4 балла. Есть активная система при столкновении. Согласитесь, шикарно смотрится автомобиль. Прям клево. Повторители. Вот здесь очень удобно идет, когда мы открываем дверь. То есть, допустим, пасек мы открыли, да? Пасек закрыт. Мы раз где-то бордюрку, дверь ушоркнули. Здесь идет пластмасска, накладка. В принципе, ее можно поменять. Единственное, что мне не нравится, как везель, это ручка открывания сзади двери. Ребенок не достанет. Ну и место сзади для детей. Вот смотри, пассажирское сиденье подвинуто назад. Но согласитесь, взрослому человеку будет тесно. Детям в принципе, в принципе, нормально. Вот это вот такие два минуса у автомобиля. Багажное отделение, в принципе, неплохое. Пластика идет по минимуму. Царапин не будет, запаски нет. Есть ремкомплект. Задняя часть автомобиля. Пойдемте, конечно, посмотрим по передней части. Так, руль идет обычный пластик. Что у нас тут есть из опции? Туманки ставили здесь. Круиз-контроль. Управление менюшкой. Датчик движения по полосе. Вот так вот загорается у нас автомобиль. Ручки переключения передач. В лютуз. Мультируль. Управление музыкой. Электронный ручник-контроль. Холд. Вот эта функция очень полезная на автомобиле. Отключение антибукса. Ну и здесь, в принципе, сделано все нормально. По передней части, в принципе, место нормально. Но мне не хватает немного обзора. То есть, мешается мне вот эта стойка. Мешает мне немного вот эта стойка. Но, опять же, ребят, я сужу по себе. На вкус и цвет товарищ нет. И потолок, обратите внимание. А вот как он здесь сделан. Ну, по мне, так это по большей части, наверное, все-таки женский автомобиль. То есть, автомобиль для девушки, для женщины. Итак, автомобиль 2018 года. Аукционный лист 4 ВД. Стоимостью 1 миллион 595 тысяч рублей.